Добрый день, уважаемые слушатели! Если меня видно и слышно, то отлично. Надеюсь, что все хорошо со связью сегодня. И я думаю, можно начать нашу сегодняшнюю встречу, которую я посвятила созданию мобильных опросов и викторин. Сегодня предлагаю вам поговорить о интересных онлайн-сервисах и инструментах, которые позволяют создавать и проводить различные опросы, викторины, небольшие игры, основанные на вопросах и ответах, используя мобильные устройства читателей библиотеки, либо школьников на уроках. Сейчас эта тема мобильных устройств очень животрепещущая, особенно в связи с тем, что в августе вышли общеизвестные постановления Роспотребнадзора о необходимости ограничить использование смартфона в школе и в других образовательных организациях. В общем, об этом много говорят, но так или иначе, даже несмотря на все эти рекомендации, нет такого, что телефоны и смартфоны должны обязательно быть запрещены. И очень многие школы и учебные заведения, ну и тем более библиотеки продолжают использовать на своих мероприятиях и в аудиториях, и в классах мобильные телефоны с образовательными целями, поскольку мобильные устройства все-таки дают очень хорошую возможность получать быстро необходимую информацию. Даже если посмотреть из моей собственной практики, если срочно на уроке при чтении какого-то литературного произведения, я работаю учителем русского литературы, например, при чтении какого-то произведения встречается незнакомое слово, которое срочно нужно узнать до значения, и под рукой нет словаря, мы всегда можем с помощью мобильного устройства найти онлайн-словарь, в него тут же заглянуть, найти необходимое слово и получить нужную нам информацию прямо не отходя от своей парты, скажем так. Поэтому я не считаю, что мобильные устройства необходимо запретить, это всеобщее зло. Нет, конечно, использовать их можно и нужно в образовательных целях, и самый простой способ – это организовать, например, с помощью них различные игры и небольшие викторины, которые и урок разнообразят, и в библиотеке можно провести с большим успехом. Я пробовала и в библиотеке, и в школе, получилось очень интересно, поэтому советую сейчас вам инструменты, которые попробовала когда-то сама. Два варианта развития событий. Если мобильные устройства есть у школьников и у читателей, у каждого, или хотя бы у некоторых, и если мобильных устройств нет у школьников-читателей, но есть и у учителя, тут варианты развития могут быть разные. Давайте начнем с того варианта, если мобильные устройства, смартфоны есть почти у каждого школьника в классе или у читателя в библиотеке. Какими инструментами можно попробовать воспользоваться? Самый первый инструмент, который приходит на ум – это знаменитый сервис Kahoot. Наверняка о нем слышали, видели, может быть, даже что-то делали в этом сервисе. Это действительно замечательный инструмент, во-первых, потому что он практически бесплатный, у него очень небольшие платные ограничения, и этот сервис, кроме того, позволяет очень быстро, и не вникая в какие-то дополнительные инструкции, уже тут же буквально за полчаса создать свою первую вектарину. Вот это удобство и простота, это здесь и подкупает. Поэтому он считается, на мой взгляд, сейчас самым популярным, ну и я чаще всего пользуюсь, конечно, им. Несколько слов об этом сервисе. Походу я вам ссылки в чат буду отправлять, сейчас я ссылку отправила в чат. Это моя первая была вектарина для маленьких, для младшей начальной школы. Мы праздновали Международный день кошек в библиотеке и проводили вот вектарину, связанную с кошками в художественной литературе, в сказках. Это пример. Можно его просмотреть, эту ссылку в гостевом режиме, там есть кнопочка «Гест», «Гость». Можно прямо сейчас, если у вас возможности компьютера позволяют, можно прямо сейчас в браузере открыть и запустить, и посмотреть, как эта игра выглядит в реале. А я рассказываю об этом сервисе. Сервис позволяет создавать вектарины с выбором правильного ответа. И еще тут есть функция «Расставь по порядку». То есть необходимо выстроить варианты ответа в нужной последовательности. Либо опрос, либо вот такую игру можно создать с помощью сервиса. Принцип работы следующий. Вы создаете на своем компьютере эту вектарину. Конструктор выглядит примерно вот так. Здесь все очень просто. Даже если бы не было подписи, можно было понять, что куда вставляется. Необходимо напечатать вопрос, дать варианты ответов. Их тут четыре. Можно добавить фото и видео. Фотографию с компьютера можно добавить. Фото… Звук пропал. Ну, плюсики стоят, значит, меня слышно. Может быть, попробовать перезагрузиться, выйти из комнаты и еще раз зайти. Четыре варианта ответа перед вами. Можно не все четыре использовать, можно меньше, но это будет интереснее, если варианта именно четыре будет. Дальше вы устанавливаете для каждого вопроса время. По умолчанию 20 секунд. Но, как показывает практика, это иногда слишком долго, особенно если вопрос несложный. Поэтому тут индивидуально для каждого вопроса подбираем нужный формат. Дальше добавлять можно картинки, как я уже сказала, с компьютера и видео по ссылке из YouTube. Учесть надо, что видео должно быть коротеньким. И учитывайте, если компьютер не слишком мощный или интернет не слишком быстрый, то видео может немножко подвисать. Поэтому лучше оптимальны здесь картинки. Это мы создаем такую викторину. Количество вопросов внутри викторины неограничено. Создайте столько, сколько считаете нужно. Есть такая опция здесь, банк вопросов. Кнопочка под синей кнопкой вверху, банк вопросов, я подписала, Question Bank. Он выглядит вот так. Если у вас возникают какие-то проблемы с вопросами или вы хотите посмотреть, какие вопросы задавали уже предыдущие создатели, то есть такой банк с вопросами. Вы вводите в поиск ключевое слово, но у меня, поскольку викторин был про кошек, то вот я кошку и вписала. И в итоге мне большой список выдали всех викторин про кошек, какие были в распоряжении Кахута. Любой вопрос, который вам нравится, может быть, он подходит к вашей викторине, вы добавляете к себе кнопочка Add, она зелененькая, и внутрь своей викторины его вставляете. Вы его можете немножко подредактировать, если считаете нужным, он теперь уже ваш. Вы можете его редактировать, изменять формулировку или какие-то варианты ответов. Это удобно. Это еще хороший вариант. В последнее время почему-то участились жалобы на то, что сервис немножко перевирает кириллицу. Вот у меня, к счастью, ни разу такого не было, но вот некоторые участники моего онлайн-обучения жаловались на это. Вот Question Bank – это неплохой выход из данной ситуации. Готовый вопрос всегда проще редактировать, чем делать его с нуля. И кириллица тогда не будет искажаться. Но опять-таки тут надо уже пробовать. Итак, вот такая новая опция здесь появилась – банк вопросов. Ну, а далее мы эту викторину проигрываем в режиме онлайн. Это сервис для онлайн-викторин. То есть все проходит в режиме реального времени. Вам нужно для этого компьютер с подключением к интернету, проектор, чтобы выводить вопросы на экран. Ну, и у участников смартфоны, мобильные устройства, либо планшеты. В банке, что еще здесь важно сказать про это? Здесь есть две опции. Здесь есть викторина индивидуальная для каждого участника. Она ограничена 30 местами. То есть это ровно на класс получается. 30 участников. Либо есть командные соревнования, если смартфон у одного из участников, а у других нет. В этом случае формируем команду из нескольких игроков. У одного в руках смартфон. Команда обсуждает, затем отвечает. В этом случае время на обсуждение вопросов сервис сам вам увеличит, чтобы команда успела обсудить и выбрать правильный ответ. Итак, запускаем викторину. То, что у меня слева на слайде, это появляется на экране. То, что справа, это на смартфонах участников. На экран выводится первый вопрос. Запускать здесь должен ведущий. Как участники попадают внутрь этой игры? Когда мы ее запустили, игра, сервис нам сгенерирует код для попадания в виртуальную комнату, внутри которой будет происходить игра. Код этот выводится на экран. Участники на смартфоне переходят по ссылке на сайт. Там очень простой, kahot.it. Дальше откроется окошечко, они туда вводят свой код и представляются, набирают свое имя. И у вас на большом экране выводится список ваших участников, кто у вас уже попал в виртуальную комнату. Поджидаем всех остальных участников. В это время там есть музыкальная заставка, там музыка звучит, чтобы участникам не было скучно поджидать остальных. В общем, это все довольно быстро собирается. И как только все вошли в виртуальную комнату, ведущий запускает игру кнопочкой «Старт». И на экране появляется первый вопрос. С левой стороны в фиолетовом кружочке – это отсчет времени. Здесь поставлено было 30 секунд, вот 27-я. В обратном порядке пошел отсчет. На экране вопрос вверху, картинка, если она у вас есть, или видео. И дальше варианты ответов. На смартфонах участников только варианты ответов в виде квадратиков, треугольничков, кружочков цветных разных. Задача участников – нажать на нужный вариант. Тут же на экране появится статистика. На экране у участника будет пометка «Ответил он правильно или неправильно?» «Коррект», «Верно». Если будет красный фон, то это неправильный вариант ответа. Ну, а на экране появится статистика, сколько игроков ответили «Верно» и какой ответ был «Правильно». Вот такая. А по итогам игры экран выведет 5 победителей. Всех, кто набрал больше всего баллов в этой игре. Баллы присуждаются за быстроту и за правильность. Кто быстрее и правильнее ответит. И после каждого вопроса этот рейтинг будет обновляться, и у вас игроки будут попеременно выходить то вперед, то опускаться назад. И это с большим азартом все проходит, особенно в молодежной или детской аудитории. Всем очень интересно смотреть на рейтинги и выяснять на каком-то месте. По итогу игры такой импровизированный пьедестал почета появляется на экране, где будет объявлен победитель, абсолютный набравший максимальное число баллов, и 3, и 2 еще места за серебряные, золотые и бронзовые медали. При желании можно открыть полный список участников со всем рейтингом, от начала до конца, кто сколько баллов набрал, либо пятерку лучших показать. Тут уже ведущий сам определяет, как ему удобнее. Ну вот, пожалуй, и все по этому сервису. Еще раз повторюсь, он очень несложный, и если вы хотите что-то в режиме онлайн проводить, то это самый оптимальный вариант. Здесь не так много ограничений, и все не очень сложно работает. Но сервис такой немножко мультипликационный, он яркий, он очень необычный, и здесь звук идет еще. К сожалению, во время игры звук можно только выключить, если колонки отрубить. А так вот, внутри не отключается. Единственное, что мне здесь не очень нравится, это вот то, что звук отрубается только выключением всех аудиоустройств. Да, сервис на английском языке, но есть обучающие инструкции, которые вам помогут, если возникнут сложности. Об обучалках, обучалки прямо внутри этой презентации у меня собраны, на некоторых слайдах внизу написана инструкция. Это ссылка на обучалку, она активная. Эту презентацию, которую я показываю, сразу скажу, можно скачать в течение вебинара до конца, пока вы не ушли отсюда из виртуальной комнаты. Это вверху кнопочка с изображением папки серого цвета. Если на нее нажать, откроется вкладка ресурсы, и там будет моя презентация онлайн-сервиса. Вот ее и нужно скачивать. Да, звук там активный и мешает, я с этим согласна, поэтому я, когда мы проводили игру, то мы иногда звук или приглушали, или отключали. Вот это единственный недостаток здесь. Альтернатива. Сервис, который рекламируют сейчас как достойную альтернативу к охоту. Тоже англоязычный. Создан был, что интересно, 17-летними подростками. Которым почему-то не понравился к охот по ряду причин. И они решили сделать свой альтернативный продукт. И вот представили его. Он рабочий сервис, новый инструмент для создания мобильных опросов. Здесь два варианта викторин. Здесь можно викторины создавать с множественным ответом, либо с одним, либо с несколькими правильными. И открытые вопросы с вводом текста. Вопросы, все это не очень сложно. Конструктор сейчас перед вами на экране. Точно так же принцип абсолютно такой же. Вам нужно заранее сконструировать викторину из вопросов и ответов. Определить правильные, вот как сейчас зеленой галочкой, например. Добавить картинку, если необходимо. И затем сохранить викторину. А в режиме онлайн ее проиграть. Чем отличаются сервисы? Прежде всего, геймкит более монетизирован, к сожалению. Поэтому здесь не все ссылки неактивны. Вообще должны быть активны. Попробуйте их правой клавишей навести на ссылку и нажать «Открыть гиперссылку». Должны открываться. Геймкит. Как он работает? Что здесь в отличие? Здесь отличен сам принцип работы. Если в Кахуте просто зарабатывали баллы и дальше выстраивали рейтинг в зависимости от этих баллов, то в геймките стратегия игры другая. Тут задача такая. Нужно заработать не баллы, а деньги. За каждый правильный ответ. Да, зеленая кнопка со стрелкой вниз. Это скачать. Все верно. Стратегия здесь такая. Нужно заработать деньги. За каждый правильный ответ здесь начисляется определенный денежный знак. Можно их выбрать. Можно доллары начислять. Можно какие-то другие денежные единицы. В общем, считается это все в деньгах. Определите сами, подходит вам такой формат или нет. И стратегия следующая. Заработать как можно больше денег, отвечая на вопросы. Здесь два формата игры. Коллективная и индивидуальная, как у Кахута. Вот они. После того, как вы создали викторину, вы можете точно так же выбрать, какой вариант вам нравится. Классик – это обычная для всех. И Team Mode – это для игроков в команде. Если смартфон один на нескольких человек. Здесь есть три варианта игры. Вот чего не было в Кахуте. Но здесь, поскольку все завязано на денежные знаки, тут и варианты могут разные появляться. Если не получается скачать, после вебинара напишите мне на электронную почту по поводу презентации. Вот в красную рамочку я вынесла варианты игры. Time – это игра на время. То есть за определенное время, допустим, вот как сейчас, за 10 минут, надо ответить на максимальное количество вопросов, заработать максимальное количество денег. Дальше кнопка Race – это гонка. Да, Race – это гонка, когда игроки стремятся первыми набрать определенную сумму. Ну и третий вариант цели – это когда ставится какая-то сумма и нужно просто ее достичь. Тут уже не соревнуются между собой, кто быстрее, а просто есть цель и к ней нужно стремиться. Вот такие варианты. Далее, чем еще? Во-первых, здесь нет этого назойливого звука. Тут звук можно отключить. Видите, внизу есть настройка музыка, ее можно выключить, если она не нравится или напрягает. Далее, что еще здесь интересного? Я не во всем здесь разобралась, и мне пока не все в нем понятно. Например, и что делать с этими заработанными деньгами? Создатели викторины предполагают, что здесь есть некий магазин, шоп, и он там действительно есть. Если внутри сервиса погулять, его можно найти. Якобы на заработанные деньги, в кавычках говоря, что-то можно, какие-то бонусы себе купить. То ли переход на новый уровень, то ли какие-то другие супервозможности. Но это все ближе похоже на компьютерные игры. Это все напоминает вот такую вещь. Поэтому я не знаю, стоит ли в учебных целях ее использовать. Может быть, кому-то такой вариант развития событий понравится и запомнится. Можно протестировать и то, и другое и решить, что вам для себя больше нравится. Один или другой вариант. Ну, а дальше все просто. Вы сконструировали викторину, настроили ее, какой вариант. Но мне самое оптимальное здесь понравилось, вот первый тайм. Я его и выбрала. То есть за какое-то время ответить на максимальное количество вопросов. Мне история с деньгами не очень нравится, поэтому мне тайм больше по вкусу. Далее. А дальше все как в кахуте, абсолютно одинаково. Вот код, он на экране, цифры. Дальше ссылочка вверху, gimkit.com, касая черта play. Заходим по этой ссылке, вводим код и представляемся. Вот игроки собираются на экране. Они все подписываются. В кахуте абсолютно все то же самое. Там и цвет похожий из стартового экрана. Ну, а дальше, как только все собрались, нажимаем кнопку старт гейм, начать игру. Как тут развлекаются участники, пока ждут остальных? Тут интересная находка. Вот кахут до этого не додумался, а создатели этого сервиса, да. Они предлагают участникам рисовать в планшетах и смартфонах пальчиками, пока они ждут остальных участников. У них на смартфонах открывается вот такая импровизированная рисовалка. И внутри нее они могут пока развлекаться и ждать остальных участников, чтобы не было скучно. Ну, вот такая маленькая фишечка. После того, как нажали старт гейм, рисовалка пропадает и открываются вопросы. Вот так на смартфоне выглядят вопросы. Тоже все оформлено довольно симпатично, ярко. Для молодежной и детской аудитории, наверное, все хорошо. Здесь есть возможность вставки звука, но она, к сожалению, платная. Вот еще один недостаток этого сервиса в том, что здесь часть опций платные, и они достаточно весомые. Если в кахуте вы можете создать неограниченное количество викторин, то в геймките только 5. И если перебрали, то надо одну удалить и создать. Тогда можно будет еще одну бесплатную в бесплатном тарифе. Остальные тарифы за деньги. Деньги, может, и небольшие, но тем не менее. Если есть более бесплатные инструменты, то, может быть, и не такой привлекательный. Ну, а статистика на экране появляется вот таким образом, как с правой стороны. То есть такая кривая черта, переход на новый уровень к новому вопросу и количество денег, которые заработал. Ну, тоже тут на любителя все. Нравится ли такая статистика, либо как пьедестал почета, чтобы все выглядело. В итоге на смартфоне тоже отображается, правильно ответил или неверно. На экране правильный ответ выводится. Ну, и игра продолжается дальше. Здесь все ведущий. Листает, перелистывает и так далее. Сейчас отправлю вам ссылку на геймкит. Вы можете попробовать потренироваться, как вам внутри этого сервиса понравится. Вот эта вот ссылка, это как раз ссылка на игру, где нужно зарабатывать деньги. И там задача собрать определенную сумму. То есть если вы до этой суммы не дотягиваете, то некоторые вопросы могут повторяться несколько раз. Вот это тоже не очень удобно. То есть пока вы несколько раз на одно и то же не ответите, и сумму не наберете, игра не закончится. Поэтому у сервиса есть, конечно, такие довольно явные недостатки. Но, тем не менее, как инструмент тоже можно использовать в работе. Может быть, понравится он. Есть небольшая обучалка по нему, все внутри презентации тоже есть. Дополнительная информация. Создатели утверждают, что здесь есть еще опция создания своих классов. То есть приглашать сюда своих учащихся. Это, например, для школьных учителей или для преподавателей. И играть конкретно с ними. Но пока вот с этой опцией я не очень разобралась, поэтому рассказывать не буду. Есть тут опция создания классов. И есть здесь опция создания игр для домашнего задания. Вот Kahoot, он только онлайн. А вот у геймкита заявлено, что есть еще и такая опция, как домашнее задание. То есть давать эту игру на дом. Правда или нет, пока не совсем понятно. Я только начала в сервисе разбираться. И вот что узнала, о том и рассказала. Давайте посмотрим еще несколько традиционных, давно играющих инструментов. Следующий сервис называется Quizalize. Интересный, тоже необычный, оформлен довольно симпатично. Ссылку отправила в чат на Quizalize. Надеюсь, она откроется. Ссылка откроет вам сразу список вопросов. Там есть кнопочка превью, предпросмотр. Вы можете по этой кнопке открыть викторину прямо в браузере своего компьютера и понаблюдать, что получается. Это моя викторина о поэзии серебряного века для 11 класса. Что здесь нового по сравнению с Кахутом и предыдущим геймкитом? Во-первых, здесь более подробная форма для вопросов-ответов. Здесь тоже викторина, тоже с выбором вопроса. Но здесь есть, во-первых, математический режим, если вы какие-то формулы собираетесь прописывать. У вас математическая викторина. Можно использовать изображение. Можно подключать звук, записывать аудио вопросы, например. Ну, устанавливать время, загружать свои изображения, давать пояснение, объяснение. После того, как участники ответят, правильно-неправильно, может появляться объяснение по данному вопросу. Это тоже такая положительная опция. Ну и, пожалуй, создатели здесь как раз предусмотрели все. Теперь сервис имеет бесплатный тарифный план, количество вопросов и викторин тут не ограничены. Есть возможность проиграть этот тест дома. Есть домашнее задание. И можно в онлайне, если хотите. Тоже все анимированное. После каждого правильного ответа будут звездочки появляться на смартфонах, звуковой сигнал будет появляться, что ответ верный или неправильный. Все тоже оформлено, в общем, неплохо. Что еще? Здесь тоже несколько вариантов развития событий. Можно одновременно запустить игру на всех, и тогда сервис автоматом поделит всех участников на две команды. И у вас на экране, если вы развернете эту игру на большом экране, вы увидите в центре флажок, и с двух сторон к нему точечками будут приближаться игроки. Очень симпатично и интересно со стороны смотрится. Тоже определенного рода азарт за всем этим наблюдать. Игроки делятся в совершенно свободном порядке. Вот по тому, в каком порядке ты попал в виртуальную комнату, так сервис и поделит. Совершенно случайный порядок. Ну а дальше вот такими вот маленькими шажочками каждый из участников в виде своей точечки приближается к финалу. На экране можно за всем этим наблюдать, кто быстрее доберется. Но тут не надо печалиться, по каждому игроку есть статистика. То есть если есть задача отследить, как играл каждый, то есть такая возможность, по каждому игроку будет показана сводка, на какие вопросы ответил и как. Как это все работает, абсолютно точно так же. Дается ссылка на виртуальную комнату. Сайт здесь, две буквы Z, I, S, H. Можно зайти по превью, как я сейчас давала, а можно зайти вот по этой ссылке. И тогда вы попадете в режиме игрока уже. Прямо посмотрите взгляд изнутри, как это будет. И код, он тоже формируется совершенно случайным образом на эту игру. Вот я вам ссылку, и код скинула в чат. Если хотите, можно таким образом попасть туда же. Заходите, нажимаете кнопку присоединиться, Join My Class. Дальше представляетесь, свое имя вводите, ну а дальше запускаете начать игру. Кардинальное отличие здесь то, что каждый участник сам себе запускает игру и работает в своем собственном ритме. Тут нет задачи одновременно, чтобы все отвечали. Тут каждый отвечает в том режиме, как ему удобно. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. В любом случае, все правильные и неправильные ответы здесь фиксируются. В случае правильного ответа участник на один шажок придвигается к победе. Таким образом, в конце игры, как всегда, выведен на экран результат, кто выиграл и больше всех баллов набрал. Еще один такой сервис для детей. Квизис он называется. Тоже такой анимационный, мультипликационный. Сейчас сразу отправлю ссылку, чтобы не забыть. Это вот я вам ссылку послала, а дальше код игры. Это первый вариант попадания внутрь игры, как участник. И вторую ссылку я вам отправлю, если кому-то не хочется время тратить на все это. Второй вариант – это сразу же в гостевом режиме просмотр векторины. Вы сами ее себе запустите в режиме просмотра и сами посмотрите, как она работает. Этот сервис в 2016 году был переведен на русский язык. Поэтому пользоваться им стало намного проще. Правда, перевод здесь немножко такой технический, не все корректно переводится, но тем не менее с кнопками теперь все стало ясно и понятно. Здесь тоже есть опция добавления математических формул. Вот то, что перевелось как образ, это добавление картинок. Я в красную рамочку вывела к вопросу. Дальше. Вы точно так же вписываете вопрос, варианты ответов, отмечаете правильный. К каждому варианту ответа тоже можно прикрепить картинки. Отметить время ответа на вопрос 30 секунд по умолчанию можно больше-меньше. Ну и вот эта зеленая волшебная кнопка, которую перевели как спасти, она сохраняет весь ваш вопрос. И переходите к следующему. В чем здесь отличие? На смартфоне теперь видно и сам вопрос, и ответы. Вот в Кахут иногда не всем нравится, потому что если экран маленький, издалека может не видно быть, что там на экране, что там за вопрос написан. Потому что в Кахуте не очень крупный шрифт. А вот здесь отлично все видно, и сам вопрос, и варианты ответов. Тут никогда не прошмахнешься, и не ошибешься. В этом смысле здесь играть стало немножко проще. Точно самое. Такое же. Здесь формируется виртуальная комната с кодом. По коду вы входите, нажимаете «Присоединиться к игре». Дальше опять представляетесь и нажимаете «Enter game». После этого игра у вас начнется. Здесь вы тоже запускаете сами эту викторину. Что еще? Появилось несколько новых опций у этой игры. Во-первых, здесь можно аудиофайл теперь прикреплять. Причем, если он большой, вы можете отрезать. Прямо внутри сервиса есть возможность редактирования аудио. И нужный кусочек просто отрезать. Есть опция, функция «Телепорт». Что это такое? Этот сервис может поискать вам другие викторины по похожей теме. Вы можете ее себе в личный кабинет сохранить, а дальше отредактировать, как считаете нужным. Очень удобная опция, на мой взгляд. На мобильном устройстве каждый из участников видит свой порядок вопросов. Здесь порядок у всех будет разный. Что интересно. Если в предыдущих сервисах у всех все одинаково, то здесь сервис все перемешает, и вы каждый раз будете видеть новый порядок вопросов. Ну и еще изображение на смартфоне можно увеличить и рассмотреть поподробнее, если это важно. Пожалуй, все. После игры ведущий опять рейтинг участников выстраивает, может отслеживать процесс у себя на экране, как продвигаются там участники. Ну и на этом, пожалуй, игра и заканчивается. Что здесь еще необычного? Это игра после каждого правильного-неправильного ответа в этой игре могут появляться картинки. Это одна из опций, одна из настроек. Так называемые мемы, которые можно нарисовать прямо внутри игры. По умолчанию здесь мемы на английском языке, они не всем понятны и не всех радуют. Вообще-то их можно вообще исключить из игры и в настройках настроить, чтобы их не использовать. Если вы решились на такие картинки, то здесь можно их сделать на русском языке. То есть это хорошо для детей, например, сделать им какие-то веселые картинки с солнышками, с ромашками, написать «молодец», «умница», «давай так и дальше», или «не грусти», «попробуй еще раз». Ну, в общем, такие милые и добрые мемы, которые помогают участникам, создают им хорошее настроение. Можно их загрузить внутри игры и взять картинки, сделать надписи поверх них. Все это внутри самого сервиса. Поэтому игра получается немножко более разнообразной в этом случае. Но это все в основном, конечно, детская аудитория, молодежная. Игры-викторины такие развлекательного характера. А если у вас игра-викторина более серьезная, которая требует каких-то усилий умственных, которая нацелена на проверку знаний, качество знаний и так далее, то можно воспользоваться сервисом «Сократив». Это довольно серьезный такой инструмент, и он заявлен как серьезная площадка. Здесь никаких мемов, никаких анимашек, ничего такого. Все очень предельно серьезно. Даже сам конструктор выглядит вот так. Здесь все очень просто, понятно и сурово. Вопрос, варианты ответов опять-таки. Правильный, отмечайте галочкой. Можно свои варианты добавлять, загружать картинки, удалять, поднимать вверх, копировать и так далее. Это традиционная викторина, как у всех сервисов. «Сократив» пошел чуть дальше. У него есть еще вариант вопроса «правда или ложь». То есть там всего два варианта. Да, нет, согласен, не согласен, правда, ложь. И есть еще вопрос, требующий краткого ответа текстового. То есть нужно ввести какой-то текст. Как и у сервиса Quizalize, здесь есть такая опция «объяснение». Можно добавить еще какую-то текстовую информацию дополнительную. В общем-то, тут все несложно. Понятно. Как работает сервис. Вы можете, опять-таки, давать это как домашнее задание, а можно в режиме онлайн открывать. У вас есть виртуальная комната, и она одна. Код ее никогда не поменяется. Код моей виртуальной комнаты всегда вот такой, как я вам сейчас ссылку дала. Внутри этой виртуальной комнаты вы можете запускать разные векторины. Просто одновременно нельзя несколько запустить. А выбрать из вашего списка созданных векторин одну, ее запустить в виртуальной комнате. Участники заходят, представляются и приступают к ответам на вопросы, получая свои баллы. Вот так выглядит. Ссылка немножко длинноватая. Попадаем на сам сайт и нажимаем кнопку «Студент» для учеников, для студентов. Дальше вводим номер виртуальной комнаты, имя, фамилию, представляемся и нажимаем «Присоединиться к векторине». После этого вы попадаете внутрь. Векторина очень так оформлена сухо, минимализм, то есть ничего такого лишнего здесь нет. Никакого развлекательного оформления. Поэтому хорошо подходит для серьезных векторин. Даже не сказать, что векторин для серьезных опросов, я бы сказала. Ну и еще один сервис – Тревенти. Он как бы находится посредине, между анимационными развлекательными сервисами и сервисами более серьезными. Попытались соединить создателей то и другое. Ссылочку я вам даю на Тревенти. Там режим просмотра, опять-таки. Нажать кнопку «Просмотр» и все заработает. Тревенти тоже русифицирован, поэтому в нем тоже несложно стало работать. Предлагает создавать векторины с вариантом правильного ответа. Вопрос, варианты ответов верные отмечаем галочкой. Тут есть функция подсказки и пояснения. Подсказка выплывает, если ребенок нуждается в подсказке. Я чуть позже расскажу, как они на экране будут выглядеть. Вот этого нет ни в одном сервисе. То есть опция подсказок. Пояснение, если уже отвечен вопрос и нужно какое-то пояснение, если, например, неверный был дан ответ. Ну и после этого, после того, как вы векторину создали, вы можете запускать точно так же на экране этот сервис для онлайн-опросов. Как домашнего задания здесь нет. Это все происходит на экране в режиме онлайн и на смартфонах. Что еще интересного? Здесь есть кнопочка «Пригласить соавторов». Это сервис для совместной работы. Это интересно в том случае, если вы дадите, например, участникам задание создать самим векторину. И у вас несколько будет соавторов. Они регистрируются в сервисе, заходят внутрь этой векторины, и каждый создает свой вопрос. Под вопросом будет подписано, кто его автор. Так можно еще и проектную деятельность устроить, созидательную среди школьников, например, дать им задание создать векторину по пройденному произведению. Но не каждый со своего компьютера могут в этом во всем поучаствовать. Ну а далее вот кнопки управления игрой. После того, как вы создали векторину, вы получаете ссылку, код, запускаете ее кнопкой «Запустить». Ну а дальше векторина началась. Она не слишком мультяшная, но достаточно симпатично оформленная. Что еще в этом сервисе интересного? Про соавторов я вам уже сказала. Еще есть опция «Использовать чужую векторину». Она уже была в некоторых предыдущих сервисах. Здесь эта опция тоже есть. Если вы хотите, вы можете любую из публичных векторин, которые здесь выложены на сайте сервиса, добавить в свой личный кабинет. Ну, во-первых, ее можно использовать так, как вы хотите. А во-вторых, можно добавить к ней еще какие-то вопросы. К сожалению, удалить из нее уже ничего нельзя, потому что автор уже ее создал. А вот добавить дополнительно еще какие-то вопросы можно, если считаете, что она не слишком полная для вас. Ну и еще одно, о чем стоит сказать, это вот те самые подсказки в игре. Здесь игра интересна тем, что здесь могут быть три варианта подсказок. Первая – это подсказка. Вот она серенькая сейчас, потому что я их не задавала, когда делала векторину. Если бы я вписала подсказки к каждому вопросу, то она бы была активной. Синенькая кнопочка подсказки. При ее нажатии выплывает подсказка по вопросу, если человек затрудняется. 50 на 50 – это как в игре «Кто хочет стать миллионером». Убираются два неправильных варианта. Ну и кнопка «Народ» показывает, как голосуют остальные участники. Каждой подсказкой, как в игре «Кто хочет стать миллионером» можно воспользоваться только один раз. Участники сами определяют, нужны им подсказки или нет. И так продвигаются к результату, зарабатывая определенное количество баллов. Вот такая необычность в сервисе. Интересно, тоже необычно. Музыкальное сопровождение, но оно здесь отключается. Можно выключить звук. Ну и наконец, что касается викторин, уже раз эту тему затронули, русскоязычный сервис «MyQuiz». Единственный, который создан нашими российскими программистами. Напоминает зарубежные аналоги. Правда, здесь немножко другой порядок работы. Сначала нужно викторину настроить, а потом ее уже создать. Здесь все опции подписаны. К сожалению, тут грешат рекламой. Ни в одном конструкторе ее нет. Здесь есть реклама. Но она не очень навязчивая, поэтому можно не обращать на нее внимания. Что нужно прописать? Тему викторины. Все, что нужно обязательно, стоит красная звездочка. То есть тема викторины, ее описание, дату, когда вы хотите ее запустить, ставится дата создания, вы можете ее отредактировать. Дальше. Здесь есть опция автоматического запуска. Обычный запуск – это вручную, когда ведущий открывает викторину на большом экране и запускает ее для всех участников. Автоматический запуск, если вы ставите определенное время, определенную дату. Предупреждайте участника, что в данный момент нужно зайти в виртуальную комнату и викторина запустится. Это примерно как проводить вебинар. То есть вы оповещаете всех участников о дате проведения, и они должны обязательно, не опаздывая, попасть в это время в виртуальную комнату, и викторина для них автоматически запустится. В 12 часов дня, например, как сейчас стоит. Далее вы настраиваете время, отведенное на вопрос, через какое время появится правильный ответ на вопрос, дальше баллы, как будут начисляться. Тут довольно подробные инструкции, настройки. Вы все это самостоятельно настраиваете, и только после этого переходите к созданию вопросов викторины. Вот так выглядит конструктор вопросов. Здесь можно загрузить картинку, вариант ответа добавить. Один обязательно должен быть правильным. Можно добавить еще один правильный ответ. Тут их может быть несколько. Ну и можно добавить еще функция «Есть объяснение пояснялки». Это вот галочку надо поставить. Показать объяснение во время показа правильного ответа. К сожалению, я не могу ссылку дать, потому что это сервис для онлайн проигрывания или для автоматического проигрывания. То есть нужно как будильник завести на какое-то время. И тогда уже она откроется, викторина. Если вы опоздали в виртуальную комнату, если время одно, то они друг друга видят. Вот я пока тоже с этим сервисом не все поняла здесь. Друг друга они, скорее всего, не видят. Видеть всех будет ведущий, который это все сделал, настроил. И он, вероятно, в это время, ему же любопытно, что будет происходить. Он тоже должен присутствовать в этой виртуальной комнате. У него в личном кабинете всех будет видно, кто пришел и кто играет. Друг друга они не увидят. Это игра индивидуальная. Тут нет опции командной игры. И они, каждый со своего смартфона, могут играть либо с компьютера, либо со смартфона. То есть, они теоретически могут находиться даже в разных кабинетах, в разных аудиториях. Главное, что в определенное время они должны собраться в виртуальной комнате. Да, настройки можно менять, как считаете нужным. Вы можете, да, это как домашнее задание можно сделать. Сказать, что домашнее задание нужно выполнить ровно в 3 часа дня, и не минутой позже. И они придут в 3 дня и будут его выполнять. Вот так это делается. Удобно, неудобно? Тут уже решает каждый преподаватель. Настройки менять совершенно спокойно можно в любой момент. Если вам не нравится автоматический просмотр, всегда можно переключиться на ручной. Вот так выглядит все очень скромненько. Здесь нет никаких дополнительных спецэффектов. Это вот на экране, что видите. Вопросы, варианты ответов. Время на ответ 25 секунд. Время пошло, пошло обратное. На смартфонах участники выглядят примерно то, что самое, кроме отчета временного. У них точно такой же вопрос, точно такие же варианты ответов. Дальше. Вот после того, как они ответили, я тут сама себя развлекала, не обращайте внимания. Сама создала, сама на вопросы решила поотвечать. Вот так ответил один участник. Зелененьким показано, что ответ был правильный. По статистике видно, кто в процентах ответил, на какой вариант выбрал. Опять-таки это все и на экране, и на смартфонах участников видно. У них будет еще написано правильно или неправильно, верно или неверно. Это что касается викторин и опросников. Тут можно попробовать, поэкспериментировать, поиграть с разными сервисами, выбрать самый оптимальный для себя вариант. У меня на примете, если конкретно меня касается, я каху там пользуюсь по традиции, квизис. К остальным сервисам пока присматриваюсь, сократив, и три винти мне тоже нравятся. Сократив для серьезных вопросов, например, про Великую Отечественную войну, у меня был опрос, вот я его использовала, чтобы никаких мультяшек не было. Ну а теперь чуть-чуть переключим внимание на сервисы для создания опросов и голосовалок. Они тоже, по сути, напоминают те же самые сервисы для викторин, только тут принцип работы немножко другой. Интересные эти вещи можно проводить на каких-то больших мероприятиях, если вы хотите узнать мнение участников по какой-то проблеме. Например, вот у меня сейчас на экране проблема, как бы вы использовали мобильное устройство в библиотеке. Это реальный опрос, который я создала. Сейчас я дам на него ссылку. Вот ссылка. Это сам опрос. Вы можете его открыть и даже попробовать проголосовать. А чтобы вам было интересно, то в режиме реального времени вы можете посмотреть, как ваши результаты тут же будут отображаться. В отличие от викторин, здесь голосование абсолютно анонимное, регистрироваться не надо, никакие коды выводить не нужно. Либо по ссылке входите, либо если с мобильных устройств удобнее, то можно и кодом. Тут два варианта. И так, и так можно попасть внутрь. Вот такие маленькие голосовалки. Слайдов внутри этой голосовалки будет несколько. У меня только один. Можно и больше создать, если у вас голосование какое-то многоступенчатое. Этот сервис называется Ментиметр. Он позволяет организовать голосование в режиме онлайн во время мероприятий. Голосовать можно и со смартфонов, и с обычных компьютеров. Опросы выходят на большой экран, и результаты тут же высвечиваются в режиме реального времени. Вот так этот сервис о себе рассказывает. Здесь может быть необязательно вот такая стандартная голосовалка. Здесь может быть открытый ответ. Можно попросить открыто что-то написать. Оценка по шкале здесь есть. Можно от 1 до 5 что-нибудь оценить, например, звездочками. Можно сделать еще ранжирование ответов в процентах. Но это уже как-то совсем все сложно. И, наконец, есть точки на плоской координатной плоскости. Оценивание по двум критериям. Это как-то очень сложно. Я чего-то ни разу не видела таких сложных опросов. Но, тем не менее, здесь создатели, по-моему, предусмотрели все возможные варианты опросов, какие только могут быть. Здесь есть шаблон. Вот он сейчас на экране. Слайд. На слайд вы можете поместить какую-то картинку, если хотите. Дальше с правой стороны конструктор. Вводите вопрос в верхнюю графу. А дальше несколько вариантов ответов. Здесь нет правильных и неправильных. Здесь все по умолчанию ответы правильные. Садача участников – проголосовать. А вы уже по количеству голосов определяете мнение ваших зрителей. Результаты можно представить либо в виде обычной диаграммы с столбичками, как у меня сейчас, либо круговая диаграмма, либо в виде кусочков пирога. Ну, условно пирога, конечно, не знаю, как ее описать, но вот она такая круглая. И там секторы обозначены. Они для меня с пирогом ассоциируются. Но вы, когда голосуете со смартфонов, видите свой вариант ответа, выбираете его, нажимаете на него. Ну, а на экране вот такой получается вариант. Вопрос. На него ответили. Галочкой он отмечен. Это как раз вариант второй сейчас на экране. Заговорилась немножко. Это как раз второй вариант, когда здесь есть еще опция создания маленьких викторинок. Когда можно ответить один вопрос, один ответ как правильный. Но викторинки здесь не очень хорошо работают, потому что они очень маленькие. Всего пять вопросов можно внутри викторины разместить. Это не очень удобно. И никаких особых опций здесь нет. По сравнению с другими сервисами, ментиметр, он, конечно, проигрывает в плане викторин. А вот в плане опросников очень эффектно смотрится. Поэтому для больших масштабных мероприятий можно его задействовать. Это будет очень необычная такая вот голосовалка. Не просто каким-то образом узнавать мнение с помощью опросников текстовых или поднятия рук, а можно с помощью смартфонов задействовать участников. Вот так это работает. Еще один интересный сервис – Слайду, он называется. Или Слайдо. Тоже сервис для голосований, для викторины, для опросов. Он тут такой многостаночный сервис. А еще это инструмент для взаимодействия с аудиторией. Предполагается, большая аудитория, даже может не класс, а может быть и больше. Очень хорошо его используют на семинарах, на открытых занятиях, воркшопах и на многих других мероприятиях. Здесь есть две опции. Если вы сейчас посмотрите на значок смартфончика, который с левой стороны, там есть две вкладочки наверху. Вот сейчас, естественно, открыта вкладочка с двумя английскими буквами QA. Вопрос-ответ. Question-answer. И вторая вкладочка рядом Pulse. Этот сервис работает в двух режимах. В режимах комментариев и в режимах опросника или викторины. В режиме комментария вы запускаете его на большом экране, и участники, заходя в виртуальную комнату, могут вам писать комментарии по поводу вашего выступления. Например, задавать вам вопросы по ходу выступления. Не записочки из зала писать, не руки поднимать. А можно тут же в режиме онлайн писать вопросы лектору. И лектор это будет видеть на большом экране. И все участники тоже будут это видеть. Их можно писать анонимно, можно представляться. Тут есть опция скрыть свою личность, если что. Вот такой необычный инструмент для взаимодействия с аудиторией во время мероприятия. А вторая вкладка Pulse. Она позволяет создавать разные опросники, голосовалки и викторины. У красной рамочки я вынесла то, что здесь можно создать. Multiple choice – слева направо пойдем. Это обычная викторина с выбором ответа. Одного или нескольких правильных. Word cloud – облако слов. Здесь участники пишут какое-то слово. Ответ в виде слова предполагается. Из этих слов складывается облако. Если вы видели, облако слов – это такие фигуры, собранные из разных слов. И чем более чаще слово это употребляется, тем оно жирнее и больше в этом облаке представлено. Вопросы сохраняются. Все викторины, которые вы опросники здесь создаете, они все в вашем личном кабинете сохраняются. И вопросы, которые задают лектору, тоже есть в архиве. Все сохраняется. То есть вы потом к ним можете вернуться. Дальше. Квиз. Это не один вопрос, а несколько. Это целая серия вопросов, как викторина выглядит. Рейтинг. Это по ранжиру оценить звездочками что-то. От одной звезды и более. Open text – это обычный открытый вопрос. Нужно вписать какой-то ответ самостоятельно. Последняя опция платная, поэтому она серая и неактивная. Опросник не узнать, какой он, потому что сервис часть опций закрыл. Но тем не менее, даже вот этих пяти кнопок хватает, чтобы создать такой очень интересный опрос. Мне сервис понравился на первый взгляд. Во-первых, он очень такой минималистичный, здесь нет ничего лишнего. Вот конструктор для создания, например, обычной викторины. Вопрос, ответы, варианты. Можно их несколько добавлять, сколько считаете нужным. Правильно отмечаем зеленой галочкой. Далее. Вы можете несколько вариантов ответа выбрать. Они могут быть несколько правильных. Далее. Рядышком облако слов. Здесь вообще все очень просто. Даете какое-то задание, а дальше можно поставить галочку «Разрешить множественные ответы». То есть ни одно слово могут написать в качестве ответа, а несколько, допустим, ответов дать. Либо галку «Снять», и тогда каждый точно по одному слову напишет. И все, больше нельзя. Сами настраивайте прямо каждый вопрос. Ну, а далее в вашем личном кабинете эти вопросы все сохраняются, и вы их запускаете во время мероприятия. Тут либо лектор сам этим всем управляет, либо лектор разговаривает, а кто-то за его спиной управляет опросами и голосовалками. Вот так это выглядит на большом экране. Очень симпатично, на мой взгляд. Ну, я просто попробовала, несколько вопросов набросала и посмотрела. Тоже виртуальная комната, адрес с левой стороны. Участники заходят по ссылке slidu.com. Дальше надо набрать не вот хэштег, там будет уже проставлен, нужно набрать вот этот код из четырех символов. Ну, а далее после того, как лектор увидит, что все собрались, кто хотел поучаствовать в опросе, он запускает опросник, на экране появляются вопросы, люди отвечают. Результаты точно так же выводятся на экран. Если у вас идет следом следующий вопрос, вы его запускаете, либо листаете к следующему варианту ответа. Переходите. Здесь лектор уже, либо его помощник этим всем заведует. На смартфоне появляется вот что. Когда вы прошли до конца опросник, ну, квиз, например, у вас вот такая вот картинка появляется, поздравительная, написано, сколько вы ответили верно, показаны правильные ответы, подведены итоги. На экране тоже выводится та же самая информация, только в другом формате, но смысл этот же. Указывается количество игроков, кто как ответил, и в процентах результаты. Это вот что касается опросника. Вопросы и ответы, то, что я сказала, то, что они сами пишут во время выступления участники, ведущий, либо его помощник, переключаются на другой режим, на режим вопрос-ответ, и на экране всплывают все вопросы участников. Вот я, например, набрала, я написала под псевдоним, а можно и анонимные вопросы писать, там это не обязательно. Принцип тот же самый, прямо на смартфоне вы переключаетесь в другой режим, ссылка та же, комната та же, просто смотрите уже в другом режиме, в другой вкладке, и варианты, не варианты, а вопросы к лектору видите у себя на смартфоне и на экране тоже. Ну и сами можете, конечно же, писать столько, сколько считаете нужным. Опять сервис для работы онлайн, очень несложный, очень интересно смотрится, аналогов я пока не видела, хотя англоязычный, но очень просто, я с ним разобралась, ну минут за 20, наверное, поняла все особенности и попробовала несколько создать вопросов. Единственное, что здесь одновременно нельзя запускать несколько вопросов, вы можете создать сколько угодно этих вопросов, но запускать можно только по одному, то есть с одним закончили, закрыли голосование, и только после этого уже переходим к следующему, либо создаем викторину из нескольких вопросов, если нужно. Она здесь называется квиз. Ну и еще пара сервисов в заключении, это не пара, тройка, сегодня немножко перебрала по времени, но я надеюсь, что вы не в обиде, если я немножко на 10 минут вас задержу внимание. Расскажу еще о некоторых интересных инструментах, это уже не опросники, не викторины, это уже сервисы для создания мобильных презентаций. Тоже интересная такая штука, онлайн-платформа для создания и трансляции презентаций с использованием мобильных устройств. Не секрет, что аудитории бывают разные, и экраны бывают разные, и презентацию, если там много текста, ее не всегда хорошо видно, либо какие-то дизайнерские оформления нам мешают воспринимать презентацию. В общем, иногда хочется подойти поближе, посмотреть. Для этого есть сервис «Дитингс». Он позволяет транслировать презентацию прямо на экран и на смартфоны участников. Принцип тот же самый, вы заходите в виртуальную комнату, подключаетесь, и вам презентацию передают на ваш смартфон. И вам даже на экран смотреть не обязательно, вы все на смартфоне можете увеличить, рассмотреть поподробнее и так далее. Ссылку на предыдущий сайт я вам не смогла показать, потому что слайд-он в режиме онлайн. Вот никак. Это уже придется только по скриншотам. Вот я вам как могла показала, потому что запустить сейчас не получится, да и не выйдет как надо. Поэтому ссылка на сам сайт, она в презентации. Вы можете сами зайти, что-нибудь попробовать, посмотреть, как это в режиме. А вот на «Дитингс» я вам могу дать ссылку. Сейчас я ее отправлю. Это все смотрится красиво на смартфонах, но так вы хотя бы презентацию можете посмотреть, как она выглядит. Еще опрос можно сделать прямо внутри самой презентации. Мало того, что ее само можно на смартфоны транслировать, внутри можете еще опросы всякие провести и вставить интерактивные объекты. Ну, кнопочка «Загрузить готовую презентацию» можно. Либо там внутри создавать, внутри сервиса, либо если у вас есть уже готовая, в режиме PDF или PPT, сюда можно ее подгрузить. И прямо транслировать так. И немножко отредактировать. Можно добавить изображение с сайта Canva, можно Google презентацию загружать, опросы создавать, добавлять новые слайды, если чего-то не хватает, видео с YouTube добавить, и любой встраиваемый объект. Например, какую-нибудь викторину, игру можно добавить внутрь. И вот такая у вас получается многослойная презентация, которую вы транслируете либо в режиме онлайн, либо можно ее дать смотреть как домашнее задание. Правда, уже не так будет интересно. Я вот как домашнее задание вам дала, на смартфонах-то будет эффектнее, конечно. Как это работает? Я взяла готовую презентацию про Мурманск, загрузила ее сюда через кнопочку «Добавить контент» с плюсиком, либо вверху, либо внизу. Они все загрузились, слайды у меня, дальше их можно перемешать в любом порядке, добавить новые кнопочкой. И далее можно переходить к встраиваемым объектам, если они нужны. Вот они, встраиваемые объекты для голосования. Здесь, видите, очень все симпатично смотрится. Здесь можно выражать одобрение и неодобрение, обычную викторину создать, оценивание по шкале звездочками, расставить по приоритетам, по ранжиру, открытый опрос, текст вводить. И опять есть «Облако слов». Правда, «Облако слов» здесь не очень хорошо поддерживает кириллицу. Не всегда она отображается, поэтому «Облако слов» не очень работает, а все инструменты я попробовала, все остальное выше всяких похвал работает. Вы выбираете нужный вам вид опроса, он у вас отдельным слайдом выходит, вставляете сам вопрос, варианты ответов и определяете место этого слайда в вашей презентации, где и когда его поставить. Это хорошо для создания учебных презентаций, то есть какой-то материал, фрагмент материала, дальше опрос по этому материалу, и дальше рассказ продолжится. Вторая опция здесь «Опросник». Так же, как в слайду, здесь можно по ходу выступления лектора давать комментарии и вопросы. Правда, эти вопросы сначала отображаются у самого лектора на экране, но если он хочет, он может любой комментарий развернуть на большом экране. Для этого есть кнопка «Показать на экране». Так он их видит просто на своем компьютере, а если хочет показать всем, то для этого есть специальная функция. Автоматом здесь ничего не полуявляется. Но здесь надо представиться хотя бы псевдонимом, написать свой комментарий и опубликовать. Вот эта презентация у меня такая справочная учебная, можно попробовать написать комментарий. Там все работает даже без регистрации, если по этой ссылке пойдете. Ну и теперь о недостатках. Как всегда, у замечательных сервисов есть свои минусы. Здесь минус в том, что сервис условно бесплатный, здесь бесплатный тариф, и он не очень большой. 25 участников должно быть, на 25 смартфонов это рассчитано. И создавать можно только 5 вот таких интерактивных презентаций. То есть если у вас перебор, то значит какую-то презентацию надо удалить, и тогда дадут возможность создать новую. Правда, здесь есть опция 60 дней, если вы первый раз на сервисе, 60 дней можно протестировать любой другой тариф совершенно бесплатно со всеми возможностями. Если вы готовите какое-нибудь большое массовое мероприятие, то за 60 дней вполне возможно протестировать тарифы с неограниченным числом участников и показывать презентации для больших аудиторий. Сервис не под альтернатива предыдущему Zittings. Он тоже позволяет создавать примерно такие же презентации, тоже позволяет вставлять туда разные интерактивные объекты. Можно разные виды викторин вставить. Сейчас ссылку отправлю в чат. Добавляют новые слайды и опросы. Здесь есть внутри такие опросы, как рисовалки. Можно рисовать прямо на своих смартфонах. Правда, это больше, наверное, рассчитано все-таки на планшеты, а не на смартфоны, потому что рисовать на смартфоне не очень удобно. А так очень все красиво получается. Я пока ничего своего здесь не попробовала создать, но вот ссылку на образец дала. Это презентация на английском языке. Если вы ее немножко вперед полистаете, то там найдете задание, где что-то нужно нарисовать, подписать, обозначить и так далее. Здесь большее количество разных заданий. Это сервис более рассчитан на учебные какие-то аудитории. Если предыдущие, там в основном мнение участников спрашивали о чем-то, то вот здесь скорее учебная история. Вот посмотрите, пожалуйста, что здесь можно добавить. Открытые вопросы можно. Квизы – это закрытые с вариантом ответа. Matching pairs – это создать пару, подобрать пару объектов. Draw it – это рисование. И есть еще опция collaborate. Тоже интересная штука. Collaborate я отдельным слайдом ее вынесла. Вот она. Посмотрите, пожалуйста, внутри презентации можно вставить в виртуальную доску для совместной работы. То есть тут вот такая даже есть опция. То есть вы можете открыть эту виртуальную доску на большом экране, а участники со смартфонов или планшетов могут сюда свои заметки добавлять. Например, для мозгового штурма. Это хорошо работает. Прямо в режиме онлайн, прямо посреди объяснения учебного материала вы открываете виртуальную доску, а теперь начинаем мозговый штурм. И каждый добавляет что-то от себя. Необычно, быстро, интересно, мобильно. Вот этого нет ни в одном сервисе, пожалуй. Но опять-таки, здесь не все опции бесплатные. Здесь кое-что закрыто. Я показала только то, что бесплатно. Есть какие-то варианты, где, допустим, часть заданий здесь за деньги. Но вот из названных только создай пару. Оно со временем станет, через 30 дней станет платно. А так, 30 дней, первая демо-версия, вы можете использовать все инструменты абсолютно бесплатно. А потом часть опций, к сожалению, закроется. Вот такой инструмент есть. Ну и наконец, тоже о чем я в самом начале говорила. Если смартфон есть только у учителя или библиотекаря, можно и тогда ведь проводить опросы с помощью этого смартфона. Есть хорошее приложение. Для этого учителя наверняка о нем знают. Приложение называется Plickers. И до сегодняшнего дня, пожалуй, хотя и были попытки превзойти его, пожалуй, это лучшее приложение для вот таких опросов на данный момент. Обычные викторины с выбором правильного ответа позволяют очень быстро проводить опрос, если смартфон в руках у учителя. Вам нужно установить приложение Plickers на свой смартфон и открыть этот же сервис на компьютере. Заранее создать викторину, а дальше ее запустить на большом экране. Как будут действовать участники? Здесь вот есть ответ и три варианта ответа, обозначенные буквами ABCD. А участники, каждый получает вот такую карточку. На карточке каждая сторона подписана. Как раз ABCD. Задача участников – поднять карточку вверх той стороной, ну, какой из ответов они выбрали. Но в данном случае сторона вверх должна быть. Вот в данном случае выбран ответ B. Стороной B поднята вверх. Эти карточки распечатываются. Их можно скачать бесплатно на самом сайте. Распечатать на листах бумаги формата А4 или меньше. Можно там заламинировать, как-то на картон наклеить, чтобы это был более плотный материал. И раздать детям. В чем смысл? Детям вы раздаете не просто так, участникам не просто так раздаете. А сначала создаете список класса. И для каждого участника выбираете лично его карточку. Здесь набор таких карточек. Они все разные, уникальные. 40 карточек. Как раз на классы даже больше. И каждому игроку, участнику присуждается своя собственная личная карточка. В соответствии с этим вы их и раздаете. Перед началом игры. У каждого своя собственная. А дальше он голосует этой карточкой. Поднимает ее вверх. Учитель скач берет смартфон, где установлено приложение Plickers и сканирует с помощью этого приложения все карточки. Делает, по сути, фотографию класса. А сервис уже самостоятельно все это отсканирует. И вам выводит на экран, кто как проголосовал, кто ответил правильно, а кто ответил неверно. Вот как раз класс, как он выглядит. Здесь сервис упростился. Теперь не надо ничего вручную никому присуждать. Сервис автоматически каждому вручит свою карточку. От 1 до 40. Можно отсортировать, как он будет это делать. По алфавиту, по имени, по фамилии, либо в случайном порядке. Он сам каждому присвоит карточку, когда вы впишите список класса. Список либо вручную вводите, либо скопировать из какого-нибудь вордовского документа и вставить. И он все сделает за вас дальше сервис. Список класса создали. Вот так они поднимают карточку. Вы сканируете своим смартфоном. А дальше вы на своем компьютере, если хотите, можно большой экран подключить. Тогда будет видно всем результаты голосования вашего опросника. А у себя вы еще видите дополнительную информацию с правой стороны, кто как проголосовал. Если ничего ни зеленого, ни красного рядышком, значит, участник не голосовал. Если зеленое, значит, ответ правильный. Красное, значит, неправильно. Вся статистика доступна. После окончания викторины вы каждому можете за работу на уроке поставить оценку, если считаете нужным. Чаще всего это приложение используется в школе на уроках. Довольно быстро и интересно проходят опросы. Единственное, нужно немножко потренироваться. С первого раза может не получиться что-нибудь, потому что одновременно приходится манипулировать компьютером, проектором и смартфоном. Единственное, здесь недостаток, на мой взгляд, что сразу три вещи надо держать в голове. А так интересно проходят мероприятия, поэтому советую попробовать. Пожалуй, вот на этом все, что я хотела сегодня рассказать. Спасибо вам большое за внимание, что вы пришли, слушали. Я надеюсь, информация была вам новой, интересной, полезной. Буду рада, если какие-то вопросы у вас возникнут сейчас или позднее. Еще раз напомню, что в понедельник стартует мой курс учебный, в котором я постаралась объединить очень-очень много разных интересных инструментов для создания совершенно разнообразного учебного и не только учебного контента. Начиная от презентации, заканчивая интерактивными играми, опросами, викторинами и разными другими замечательными вещами. Поэтому, если вас заинтересовала эта информация, действительно, курс очень объемный, интересный, доступен не только для тех, кто хорошо разбирается в информационных технологиях, а больше ориентирован на новичков даже, на людей, которые не очень хорошо разбираются в этом, но хотели бы получить помощь, поддержку, научиться каким-то новым сервисам и инструментам. По каждому модулю, их всего 8 в программе, будут даваться сервисы и инструменты совершенно разного уровня сложности, и русскоязычные, и иностранные. И каждый из участников может сам выбрать инструмент себе для работы и что-то создать полезное для себя, для своих учеников, для библиотекарей, для читателей. Поэтому курс будет транслироваться, он учебный, он довольно интенсивный в этот раз. Это второй запуск, курс изменился немножко, он теперь для учителей и для библиотекарей. Два вебинара будет, один вебинар в понедельник, второй вебинар в пятницу. В понедельник в 16 часов, в пятницу в 15. Записи вебинаров будут доступны участникам, и вообще все материалы вебинаров, и не только, все учебные материалы, объяснялки и так далее, все будет доступно без ограничений каждому участнику. Плюс консультации, индивидуальное общение со мной. Я буду помогать, если какие-то трудности возникнут, ну и оценивать по итогу ваши результаты. Вот, пожалуй, все. Время московское, да, мы в Мурманске живем по Москве, поэтому время московское. Записи вебинаров, если вы где-то будете не успевать, то они все будут доступны вам, и все это будет проходить в закрытой группе. Вам будет дана ссылка на учебный курс. Учебный курс уже делается, он будет собран на сайте. Там все очень, ну, надеюсь, что это все будет удобно. Хорошая, постараюсь, чтобы была хорошая, понятная навигация, и поэтому приглашаю вас. Ссылка на курс чуть выше, на сайте Директ Академии, вы его легко можете найти. Старт в понедельник, еще время есть. Спасибо большое за внимание. Дорогие друзья, давайте поблагодарим Марину за замечательный вебинар. Хотел бы, да, вам тоже большое спасибо, что пришли. Я поместил ссылку на курс Марины чуть выше. Просто зайдите на лендинг, почитайте, что там написано, и нажмите на кнопку одной из форм, отправьте свои данные, и с вами наш менеджер свяжется. Не забудьте указать вот этот промокод для того, чтобы получить льготную цену. Все, всего доброго.